Привет всем! Варлок проходит на Турдеканжен, кидает кубик, ему выпадает десантник. Ну, я не люблю костюм рыцаря, но, знаете что, нам нужно что-то менять. Хотя, нужно ли нам что-то менять? Погнали! Просто так, ничего не будем менять, всё нормально. Может быть, может быть, мы немножко... Ну, так себе играли последние два забега. Я не знаю почему, но первая фаза крысы меня добивает. Я не понимаю, как с ней бороться. Хотя нет, я понимаю, в чём проблема. То есть, это эффект запоздалого обучения. Это я называю так, я обнаружил такую штуку. То есть, я обнаружил это много, играя в рогалике. И, по-моему, это работает на другие фишки в жизни тоже. То есть, когда ты учишься чему-то новому, обычно, вот ты, например, начинаешь там что-то делать. Ну, копать ямы. И такая первая яма, которую ты выкопал, ты охерительную яму просто выкапываешь. Это идеальная яма. Она бесец какая глубокая, там, с ровными стенками, со всей фигнёй. И ты такой, вау, я теперь стану мастером копки ям. И, да, ты начинаешь копать ямы, потом ты начинаешь учиться. Ты изучаешь гайды, как правильно копать ямы. Смотришь какие-то видосы или просто постепенно набираешься практики в копке ям. Ну, там, навык, руку набиваешь, изучаешь какие-то материалы, тебе подсказки твои подписчики дают. Ну, типа, там, ну, понятно, что ты стримишь копку ям, потому что, ну, всё надо стримить. Включая секс. Я знаю, я пробовал. В общем, ты учишься эти ямы копать. И в какой-то момент ты начинаешь копать очень херово. Ты просто писец какой лох становишься. И у тебя, блядь... Простите. Прошу прощения, эта метафора меня победила. У тебя ямы получаются. Вместо того, чтобы круглые, квадратные какие-то, треугольные, они не глубокие. Ты сильно устаёшь. А это всё из-за того, что твой мозг получил новую информацию, которую он теперь обрабатывает. И он пытается сделать так, чтобы твои руки применяли новые методики, например. Копки ям. Ну, или боя с первой фазой крыски. Твой мозг, то есть, даёт твоим рукам команду делать по-новому, так, как ты вот только что научился. Или как тебе подписчики посоветовали. Но твои руки ещё недостаточно договорились с мозгом. И они такие, типа, чувак, чего ты хочешь? Чего ты пристал? Иди отсюда. Мы будем копать так, как дальше, как раньше копали. А он такой, нет, сучки. Копайте так, как я вам говорю. И, короче, вот это, получается, эффект запоздавшего обучения. То есть... Колокол. Если вы не против... Он нам даёт... Он нам даёт воровство. Поэтому я его с радостью беру. Мы украдём крысиный ключ. Это... Шикардос. Это Шикардос! И этот донат, это Шикардос. Буквально, в моменту. А-а-а-а. Удачи, Варлэк. Я пошла учить детей ему разуму. Привет, жене и котам. Франкерс. Йоу, Дживи Швайбс. Спасибо тебе огромнейшее за донат. Целых 32 рубля, да ещё и сердечком. Ха-ха. Удачи в обучении детей. Это очень сложная задача. Я был когда-то ребёнком. Я знаю. Я такой мудак был, что... Я не знаю, как моя мама вообще со мной жила. Я надеюсь, что твои дети лучше, чем я. Очень сильно надеюсь на это. Блин, у нас только один ключ в магазине, да? Мы можем не попасть к Аплелорду. В принципе, с воровством это... А-а-а... Ммм... В принципе, с воровством это не очень плохо. Плохо. Но, ладно. Будем надеяться на ключ с босса. Мы не можем себе никак пушку какую-нибудь раздобыть. Никак. Вообще никак. Просто... Ну, окей. О чём я говорил? А, да. То есть... Да. Получается, таким образом это действует, что... Ты не можешь... Быстро чем-то научиться и начать применять на практике. Йоу, май дик из биг. Спасибо тебе огромное за донат. Варлок, не сосредотачивайся на крысе и всё сможешь. У меня тоже такое чувство. У меня такое чувство, что мой, блин, лошадиный мозг работает лучше, чем мой человеческий мозг. Когда я как лошадь, когда мне вешают... Потому что лошади, почему они бегут без страха и упрёка? И почему они там могут быстро бежать через лес там, если нужно и так далее, идти на войну? Ну, им же вешают на глаза эти ослепляющие хреновины. То есть лошадей слепят для того, чтобы они не тупили и не боялись, правильно? Потому что лошади, они же нервные собаки. Они увидят там свою тень, увидели. О, бля, тень! И побежала куда-нибудь. Воробей приземлился, бежим, пацаны. Ну, я серьёзно. У меня одна знакомая есть, которая на конюшне работает. Работала раньше на конюшне тренером. И она много про лошадей рассказывает. То есть, вот она так про лошадей говорит. Они тупые и перепуганные. Ну, а нет, они очень умные, но они пуганные. То есть, все три пустышки ушли, но я надеюсь, она того стоила. Лошади нормальные, они умные, но они боятся всего. И поэтому им вешают на глаза закрывачки. По-моему, у меня лошадиный мозг. По-моему, я конь. Потому что, когда я говорю о чём-то левом, когда я не говорю об игре, то я играю лучше. Я не знаю, как это работает. Я не совсем понимаю, что происходит. Но по каким-то причинам у меня, блин... Вот, посмотрите на этот бой. Посмотрите на этот бой. Все остальные разы, когда я... Предыдущие вот забеги. Я чего? Я заходил к первому боссу, я говорил про игру, про то, как с ним драться. Я сюда зашёл, я говорил про лошадей. Десять минут. Я прошёл без получения урона. Всё. Проблему решает мой лошадиный внутренний мозг. Кстати, нам не выпал ключ, поэтому на Капли Лорда мы не идём. О-ля-ля. Зато из преимуществ мы можем украсть статтехнику ракеты. Я не знаю, стоит ли. Мы точно хотим покормить вампира. Это 100%. Помнишь, ты на одном из стримов говорил, ребята, не поддерживайте меня. Говорите мне, ты лох, ты не выиграешь. Помню. Слушай, оно, наверное, работает. Всё равно. Так. Сколько мы хотим отдать? Я думаю, мы хотим ещё одну половинку отдать. И что тут у нас? Сколько ещё? О, у нас до хрена. Мы будем с большим баблом. Очень большим баблом. У меня пока нет детей. Я просто преподаю русский. Всё. Всем чмоки в этом чате. Йоу, Дживи Швайб. Спасибо тебе огромное ещё за целых 32 рубля. Да ещё и сердечком. Спасибо тебе большое за поддержку. Слушай, ну, я понял. Мы с тобой друг друга не поняли насчёт детей. Но всё равно у тебя есть дети. Просто они чужие. Почувствуй себя похитить. Представь, что твои дети что-то их украло и заперло в подвале. Знаешь что? Нет, не надо. Не делай этого. Мы пойдём на следующий этаж, даже без каплелорда. И я думаю, мы можем покупать доспехи. Эту штуку я не хочу ни красть, ни покупать. Я не вижу смысла встал техники ракеты. Если бы я был уверен, что у неё с чем-то будет синергия из того, что у нас есть, я бы подумал. Но синергии нету, поэтому мы сваливаем. Пусть мне двойку исправят по-русскому. Да, точно. Дживи Швайф. Надо Илье исправить двойку по-русскому. А то чё это он? С двойкой по-русскому ходишь. Знаешь что, Илья? Может, тебе надо самому исправить двойку? Я помню, у меня столько было плохих оценок по-русскому. Я не понимаю, почему. Неужели я был такой глупый, что не понимал, как писать по-русски? Мне иногда сложно это представить, потому что прошло так много времени. И, ну, меня сейчас, когда я уже этот русский выучил, стример, вообще ты нихера не выучил русский, потому что ты неправильно строишь предложение и всё такое. Знаешь что, чат? Спасибо. Очень конструктивная критика. Я не против. Благодарю вас, чат. И выдуманный человек в чате, который мне это говорит. Мне сложно представить, что я когда-то не мог говорить по-русски. То есть, это мой мозг уже не способен, собственно, объять это понятие. То есть, для меня, у меня такое чувство, что я всегда мог нормально говорить на русском. И когда я думаю о путешествиях во времени, и о том, что, как бы, ну, например, если бы у меня была возможность, я бы, например, переместился на 20 лет назад, да, и мне там 10 лет. Наверное, меня бы спалили сразу вначале от того, что я бы по-другому говорил. Ну, представь, я 10-летний пацан, и тут я захожу и начинаю к маме. Ну, я, допустим, что я переместился назад в своё тело во времени, и... Да что, как вы мне все надоели. Знаете что, эта комната заслуживает немножко получить от меня вот этого вот. Может, дебильвер попробовать? Мы его никогда не используем. Он вроде весёлый. В общем, меня бы сразу спалили, потому что я бы говорил по-другому. Я бы говорил слишком правильно для 10-летнего ребёнка, да? Мне бы пришлось учиться заново говорить. Только говорить не как 30-летний мужик, а как ребёнок. Мне вообще не нравится, что у меня квадратик. Почему у меня противники превращаются дебильвером в других противников, вместо того, чтобы умирать? Я бы его уже 100 раз убил из любого другого арбалета. Какой вообще смысл дебильвера? Его, типа, надо использовать на очень жирных врагов, да, я так понимаю? Типа, вот сейчас появится у нас какая-то подруга, и мы можем её дебильвером превратить во что-то. Но она же нихрена не превратилась. Она продолжает быть железной девой. На неё, наверное, ещё и дебильвер не работает. В общем, я надеюсь, что будет пожирать, или мы его скормим к чертям. У-у-у, старейшая пустышка, окей. То есть мы хотим... Смотрите, что мы хотим. Мы хотим украсть ключ и украсть старейшую пустышку. Колокол оставим. Кейси. Кейси даёт нам очень хорошее прохождение в комнатах. Это очень много проклятия. Я не знаю, можем ли мы себе позволить в данный конкретный момент времени. У меня по алгебре единственная пятёрка, ибо истина и агиометрия долбёжка. Для меня всегда алгебра и математика были сложной фигнёй. Истина, мимик. Здравствуйте. А знаете что? Нам нужно прямо сейчас провернуть фишку с воровством. Чего я жду, собственно? И нахрена я жду? И кейсину, наверное, надо купить. Кейсина нам даёт хорошее прохождение в комнатах. Шикарное. Так, то есть, смысл такой. Нам нужно купить фотографию. На случай, если магазин закроется после воровства. Мы покупаем фотографию. Покупаем ключ. Крадём обглоданный ключ. Крадём старейшую пустышку. Отлично. Так. Ждём, пока пройдёт замедление времени. Покупаем кейси. У нас очень сейчас много проклятия, но Джимми нету. Будем надеяться, что красной крысе это не приведёт. Но мы хотя бы нормально можем проходить комнаты теперь. Но старейшая пустышка даёт нам охерительное выживание на боссе. Просто бомбовая. Я не буду перезаряжать даже дебильвер. Пошёл он нафиг. Я этой пушкой не пользуюсь, я её не понимаю. А у меня 4 по химии и физике. 4 это хорошо сейчас или плохо? Потому что там, где я учился, там у нас была 12-ти бальная система оценок. То есть, 4 это была практически двойка. О, боже мой. Сейчас какая вообще система оценивания? Я думаю, кстати, что цифровая система оценивания, она плохая. Так же, как и... Так же, как и оценки играм. Ну, когда ставят там 10 из 10, 9 из 10. Это же ни о чём не говорит. Я думаю, что это несправедливо. Делать такую систему оценивания для домашней работы и всего остального. Я думаю, что учитель должен по-другому делать. То есть, учитель должен посмотреть, что происходит в домашней работе. То есть, учитель берёт, смотрит. Так, вот чувак там решил пример. И учитель должен высказать своё мнение по поводу этого решения. То есть, например, какая креативность была проявлена. Да, может быть, это просто пример. И может быть, креативность в нём не нужна. Но если проявил креативность, то тебе можно добавить там... Опять же, баллов у нас нету по этой системе. Учитель просто пишет своё мнение. Например, ты издаёшь домашнюю работу, и учитель тебе пишет там... По-моему, ты очень хорошо постарался. Да, конечно, ты лох и не решил ни одного предмета. Но знаешь, что ты пробовал. Поэтому всего лишь мы тебя отчислим из школы. Мы не будем тебя казнить прилюдно во дворе нашей школы. Поэтому радуйся, собака. Ну, вы поняли, да? Креатив. Современный. Сейчас 2К 18. Пора менять всё. Пора прекращать учителям ставить вот эти оценки. Пускай пишут честно. Потому что двойку поставить любой может. А написать... Сказать, почему двойка? То есть, и прям написать, расписать большим текстом там со словами, со всей фигнёй. Слабо? Ну, тогда ты уже учитель. Ты мне тогда написал. И ты теперь считаешь, что должен за базар отвечать. То есть, ты мне написал, что я недостоин того, чтобы учиться дальше в твоей школе? Или напиши мне, почему ты считаешь, что я неправильно решил? А ты докажи. Почему они ставят оценку, а доказательства никакие не пишут? Нет, уж пусть докажут, расскажут. А чё, типа самый умный учитель, да? Типа думаешь, раз ты учитель, то ты самый крутой, да? Не, нифига. На разы? После уроков? Вот так примерно должно выглядеть образование в 2К18. Голосуйте за меня на выборах президенты. Наша партия будет называться партия херового пения. Я туда буду принимать только те, кто нихера не умеет петь. У кого-то просто медведь все три уха отсидел, оттоптал и писец пришёл. Нам очень нужен здесь патрон мастера. Знаешь что, я раскошеливаюсь на пустышку. Оп, простите. Я раскошеливаюсь на третью пустышку. У нас такие себе пушки. А патрон мастера нам нужен, чтобы активировать пристолет пришельцев. Я надеюсь, что в позвонке хватит патронов. Между прочим, кейси мы можем откидывать ракеты обратно. Товарища. Нет, ни хера мы не можем. Да, надо аккуратнее быть. Очень лёгкий босс теоретически для нас. Особенно с древней пустышкой. Надо говорить о чём-то левом. Потому что я опять начинаю сосредотачиваться на игре. А это плохо. Как мы знаем. Не-не-не. Не котируется. Лайзер. Легко. Вообще не проблема. Впрочем, парни, как два пальца об асфальт. Давай в Enter the Gungeon на раз или зассал. Вот, и я об этом говорю. У нас должны быть вместо того, чтобы воевать между странами, надо устраивать чемпионаты по доте, например. Было бы классно, согласитесь. Знаешь что? Мы возьмём сейчас ещё одну пустышку. Я не буду искать здесь секретку, потому что её, по-моему, в обычных местах нету. Мы здесь поискали же вроде. Ну, по комнатам мы никогда её не найдём. Это нереально. Поэтому я куплю пустышку, и на следующий этаж у нас будет три пустышки. Что есть гуд? Кто первый... Кто первый, мать, в доте положит на лопатки. Так вот, я же говорю. Пустолет пришельцев можно зарядить. Его нельзя зарядить. Он автоматичный. Мы, кстати, с ним будем ходить. И с Кейсиной. Кейсина! Кейси потихоньку становится одним из моих любимых оружий, это точно. Но я с ним всё ещё плохо играю. Его надо как стартер использовать. Заходишь в комнату, один удар из Кейси, дальше пошёл что-то другое. Вот здесь очень глупо из Кейси бить, но я это всё равно буду делать, потому что... Я уже вижу, у нас слишком много проклятия. У нас писец, сколько проклятия. Отлично. До свидания, собака. Какая красота. Какое прохождение в комнатах идёт шикарное. Слушай, десантник, по-моему, у нас сейчас затащит крысу, я думаю. Идите к папочке. Иди к папочке. Пожалуйста, тоже к папочке. Спасибо за дроп игра. В общем... В общем, что-то я много в последнее время про школу думаю. Наверное, потому что мне много в чате про неё пишут. Ну и... Я ещё сейчас читаю книгу. Я читаю сейчас этого... Я забыл название, господи. Всё, я умираю. Сейчас, у меня писец. Щегла. Щегол Донатарт. Вообще бомбовая книга. Я пока что процентов 20, наверное, прочитал. Но книга жесть. Просто огонь. Ну, из того, что я пока что читаю. Но это понятно, что это не фэнтези, ничего. Это типа... Просто типа литература. Но она там пулицарскую премию получила. Короче, мне очень нравится. И там тоже много. Там как раз сейчас пишется про школьные годы и там, чувака. Поэтому у меня школа приходит на ум. Я думаю, змея дел бомба. Но нам намного выгоднее будет бум. Бум. И бум купить. Мы, кстати, крыс не пропустили или... Надеюсь, что нет. Пошел вон. Ты пошел. О, последний. Как я люблю это оружие. Слушай, у него дамаг такой большой всегда был. То есть он прям так все время всех ваншотил. Или это мне кажется? Так. У нас есть пустышка. Пустышка. Знаешь, что нам нужно? Нам нужно еще одну пустышку купить здесь. Хотя... Вот это две брони. Всего лишь до 63. Ладно, мы, может быть, это купим вместо открывания сундуков. Но пока... Да, перчатку оружия рыцаря надо будет взять. Блин, патронов нету. Фак. Ааа, в пистолете пришельцев есть патроны. Более чем достаточно. Можно гнать на босса. То есть мы можем здесь потратить легко две пустышки. Ну, как легко. Можно вообще нисколько пустышек здесь не тратить, но... О, можно, да. Можно просто броню потерять, поэтому... Знаешь что? Тогда мы эти пустышки попробуем накопить на крысу побольше. Ты читаешь рано Б? Эээ. У меня времени на это нету. Я слишком занятой человек. Я читал мангу. Я читал Берсерка. Хорошая манга. Очень такая. 18+. Но... Ну, там секса не очень много. Там много крови и кишков. Пистолеты, по-моему, ограниченная дальность. Фак. Ладно. Хорошо. Как скажете. Как скажете, товарищ Ленин. Иди, иди. Прячься, прячься. Все равно у нас максимального здоровья более чем достаточно. Для крысы. Ну, если нормально играть. А если играть плохо, то там хоть миллион максимального здоровья все равно недостаточно. Такой пистолет отхеренительный. Но он, наверное, не будет доставать до крысы тоже. Рома. Ееееее. Не Е, но с пивом пойдет. Четыре пустышки. То есть, мы либо можем открыть секретку. А, хотя мы на крысу все равно только две потащим. Правильно? Потому что нам же две надо будет, чтобы открыть к ней доступ. Да, плохо. Какое твое самое нелюбимое чувство? Страх? Я очень не люблю бояться. Я прямо вот... Мне не нравится быть напуганным. Я очень редко напуган в жизни. Не потому что я смелый, а потому что я тряпка. И живу как киселье в молочном. То есть, у меня реальных опасностей в жизни не бывает. Но когда они возникают, мне очень не нравится, когда я напуган. И, то есть... В основном мне снится какая-нибудь страшная штука. Я просыпаюсь в ужасе. И я становлюсь очень расстроенный от этого. Ты мимик, да? Так, момент. Позволь, я тебе отдам кейсик в лицо. Спасибо. Снежкомет и ключ. Ну, норм. Не знаю, как насчет снежкомета на крысе, но... Пойдет. Базилио, привет. Привет, Базилио. В общем, в магазине нам нужно купить, я думаю, перчатку оружия рыцаря. Она нам даст две брони. Одну сейчас и одну при переходе на крысиный этап. И... Убить. Нет. И, наверное, ключ. Потому что нам надо получить доступ к крысам сейчас. А, знаешь что? К крысам мы можем зайти древней пустышкой. Йоу! Я чуть не так тупанул. Я бы сейчас подошел и, блин... Ха-ха-ха-ха-ха. Начал открывать обычными пустышками. Это было бы слишком жестко. Я не знаю, насчет... Насчет прокрастинации... Ну, если что, это английское слово для ничего не делания. Ну, когда ты откладываешь и откладываешь и откладываешь и откладываешь и откладываешь что-нибудь. Например, тебе надо сделать домашнее здание, а ты вместо этого заходишь на стрим какого-нибудь лоха, смотришь Enter the Gungeon 2 часа и думаешь, потом сделаю. Достает потом, ты думаешь, там, блин, надо поесть, пойти, надо потом проверить, что там вконтакте пишут, потом там и так далее и тому подобное. В итоге у тебя домашнее здание ни хера не делается. Либо делается в последний момент, либо делается на отшибись. И ничего хорошего, наверное, не получается. У меня были большие проблемы с прокрастинацией, когда я только начал заниматься Ютубом. Потому что, ну, если я, собственно, не делаю... Ууу, это хорошая игра или плохая игра? Это средняя игра. Нет, это плохая игра. В этой игре я могу провтыкать, поэтому пока бабло не буду сюда вкладывать. У меня были большие проблемы с прокрастинацией, потому что, ну, как бы меня никто не контролировал. То есть, когда я начал заниматься Ютубом, если я хочу снимать видео, я снимаю видео. Ну, я не хочу снимать видео, я не снимаю видео. И если мне, может быть, неплохо было бы записать видео, но я начинал то же самое делать. Я начинал сидеть, смотреть там до последнего. Я к этому приучился в детстве еще. То есть, я в детстве все время все дела по дому, например, там, сделать уборку, помыть полы, еще что-нибудь там, пока мама домой не пришла. Я все время все откладывал на потом. Абсолютно все. То есть, я откладывал до последнего, мать его, момента. Стабильно. Каждый гребаный раз. Так, шэдоу-патроны. Ну, против шэдоу-патронов я ничего не имею. И теперь мы открываем здесь. Доступ ко второй части лабиринта. Какое твое любимое аниме Хелсинг? Хелсинг и Триган. Мне нравятся мужики в красных плащах. Змеи дел мы, кстати, не купим, даже если захотим. Так что нам тогда нужна перчатка оружия рыцаря, плюс мы играем в игру. Правильно? Правильно. Были бы еще пустышки в магазине, я бы купил еще пустышек. Легко. Так. В этой игре я буду плохо играть, потому что, ну, не умею я. Ну, что сделаешь? По-моему, нам нужно выставить как-то вот так. Раз. Илья, спасибо тебе огромное за донат 10 рублей, да еще и сердечком. Я читал из манги только хентай. Видишь, я не смотрю порнуху ради того, чтобы ее смотреть. Ради искусства. То есть я, если смотрю что-нибудь такое, у меня есть четко поставленная цель. Ну, можно догадаться какая. Поэтому, я, например, хентай, мне точно было бы неинтересно читать. Ну, что там читать? Ты ее открыл и все, закончил. Что его читать-то? Поэтому, я не совсем понимаю чтение хентая в мангах. Но, может быть. Я читал Берсерка только. Там, ну, я его не дочитал до конца, потому что устал. Сложно на мониторе читать мангу. Если бы она у меня была, ну, распечатанная, как комиксы, наверное, я бы читал ее. Но, где ее взять, я не представляю, поэтому. Поэтому вот. Поэтому я ее не читаю. У нас, кстати, шикарный билд для крысы. Ну, как шикарный. У нас единственный недостаток на крысе это пушки. То есть у нас нету какой-то бомбовой пушки. Но, все равно. Сейчас просрет все. Ничего он не просрет сейчас. Сейчас все будет начало. Сейчас все будет нормально. Черт, без пайки. Где скачать ганжу на 32 бита? Слушай. По-моему, сейчас ганжу на 32 бита нету. По-моему, его забрили в последних патчах. Мне кажется, что я что-то такое видел. Типа, после последнего апдейта на 32 бита ганжу не работает. Снайперский выстрел с моей стороны. О, господи, мне на голову упал. Молоток. Патроны вообще не то, что хотелось бы. Ладно, как скажете. Отвратительно. Комнату я провел. Ужасно. Ах ты, скотина. Ах, да не ты. Не тот, кто донатит. Базилио Топ, спасибо тебе огромное за донат 10 рублей. Чего вдруг про аниме начали говорить? Ничего против ними. Да не знаю. Мы вообще обо всем говорим подряд. И оно обычно рандомное. Третье вниз. Направо-вверх вниз. Направо. Да умри. Собака. Нет, вы видите, какое оно живучее? Ох, какой удар. Кейсиной. Иди под мою кейсину. Еще раз. О, детка. Давай, еще один кейси. Тебе в лицо. Отлично. Да оно живучее. Оно живучее всех живых. Я получил урон от яда, потому что идиот. Справа-вверх вниз. Дроп. Нет. Все равно у нас, я думаю, все шикарно. Один момент. Я отстреляю этих крыс. Благодарю вас, крысы. Так, сюда нам хватит вот этого. И второе наше оружие будет пистолет пришельцев. С пушками херова. То есть, там... Я не знаю, дамажит ли дебильвер нормально, но нам придется попробовать применять кейси. Ну, вот, например, первый удар по крысе можно запросто из кейси сделать. И крыса у нас, конечно же... Конечно же, красная. Скотина. Это очень большое невезение, красная крыса. Это просто писерт, если честно. Красная первая фаза. Лучше бы вторая фаза красная была. А вот я вам говорю. Ладно. Как скажете. О! Окей. Вывод. Нам не надо было покупать кейси. Ха-ха-ха-ха. Вау! У меня какие-то проблемы с первой фазой. Мне надо их решать. Я не знаю. Мне надо что-то настроить и поменять в жизни. Так. Ну что-что-что-что. Кем мы поиграем? А, мне надо кинуть кубик. А! Сукотина, собака. Кубик упал. Кубик упал. Кубик упал под стол. Недостатки старых технологий. Фак. Я его не вижу. Хо-о-о. Где он? Он исчез. Твою-то мать. Что происходит вообще? Теперь мне придет стул отодвигать. Искать кубик. Я не знаю, куда он закатился. Знаете что? Тогда мы будем играть... Кем? Пулей. Вот пулей мы давно не играли. Раз кубик свалил. То мы поиграем пулей. Ха-а. Все. Играем пулей. Раз кубик не хочет со мной сотрудничать, значит... Значит будем так. Вот. Буквально один момент. Все. Все. Мы готовы. Мы играем пулей. Все нормально. Да. Статуя. Мечом по голове. В общем, этот... Пуля, бомба. У нее... Если вначале не тупить, у нее есть одно из самых лучших оружий в игре. Поэтому мы можем не париться с пушками для боссов. Мы их порвем вообще без дропа оружия. И захватим весь мир. Что ты, боже мой. Что у меня все чаты куда-то ушли на экране? Все. Вроде работало. Окей. Я, кстати, еще думал о... Я больше снова думал о суперспособностях и о том, какие суперспособности я бы хотел. Идеальная суперспособность, я уже об этом думал, это управление временем. Правильно? Но она и в... А и в комиксах... Ну, я не читаю комиксы, но... В комиксах она тоже считается самой крутой. Ну, тот же, например, Доктор Стрэндж. Он же, там, Тормаму я пришел договориться. Он же может управлять временем, теоретически. Ну, где-то, в какой-то степени умеет управлять временем. Поэтому, чисто в теории, управление временем самая крутая штука. Но я думал, как вот, если бы мне, например, дали возможность выбрать для себя суперспособность, мне нужна такую суперспособность, чтобы я был бы смертный. Ну, можно, конечно, заказать себе что-нибудь читерское. О, господи. Читерское, как у Супермена, но это... Ну, это читерство, окей? Такую суперспособность нельзя заказать, потому что она недоступна. То есть, придется выбирать из нормальных суперспособностей. Я думал насчет управления временем, но оно должно быть со специфическими фишками. То есть, чтобы меня не убили, потому что, например, ну, я там воюю со всеми, и я выхожу такой в дверь, и в меня стреляют из пистолета. Я же не успею никак среагировать и остановить время до того момента, как пуля прилетит мне в голову. То есть, должна быть такая к этому управлению времени добавочная фишка, что если мне угрожает какая-нибудь очень-очень-очень стрёмная опасность, то тогда время останавливается само, и у меня есть... Ну, и я могу там от этой пули отойти или что-нибудь такое сделать. Вот такое управление временем, оно будет рулить больше всего. Девушек насквозь видеть. Да, мне очень интересно посмотреть, что у них внутри. У девушек. Такая уж суперспособность. Знаешь что, девушек насквозь видеть, для этого тебе нужно просто нормально уметь с ними общаться, и как бы они сами будут тебе разрешать их видеть насквозь. У-у-у, ты мимик, да? Прикольно. Вообще прикольно. Я бы предпочел, что ты мне дамаг не наносил, но ладно. Удар грома. Э-э-э-э. Такой дроп из красного сундука, но он на шару, нам ключ не понадобилось тратить, так что я не буду сильно жаловаться. И зельда есть закрытая. Вообще красота. У меня была мечта в школе, то есть получить это управление временем, собственно. Ну, я тогда планировал тупо, потому что я тогда запланировал себе, чтобы это управление временем было через часы. Такие часы, типа, беспаленные, я там могу стрелки переводить на них, там, соответственно, могу на сутки назад время перевести. И что очень неудобно и тупо использовать для этого какой-то предмет. Ну, если бы, например, мне все-таки нужно было, ну, допустим, по условиям этой сделки, когда тебе дают управление временем, там, ну, либо другую суперспособность, я думаю, достаточно честно было бы сделать так, чтобы ты должен эту способность заключить в какой-то предмет. И чтобы этот предмет, ну, если ты лоханешься и потеряешь его, либо если его уничтожат, либо если его у тебя отберут, то ты теряешь суперспособность. Это что тогда? Во что заключить суперспособность, чтобы максимально ее обезопасить? Можно какой-нибудь кулон на шею? Ну, у многих там супергероев есть кулоны, но у них все время их отбирают, правильно? То есть это все время заканчивается все тем, что у него отбирают этот кулон и, как бы, все, песец. Мы могли бы взять сигареты, но я не уверен, что нам это нужно. Мне больше нравится идея открыть зельду. Безопасно, я думаю, было бы, например, заключить в трусы эту способность. Потому что никто не догадается, что твоя суперспособность, она в твоих трусах. Трусы не видно под костюмом супергероя. У тебя есть огромное преимущество перед другими. Ну, если ты, например, управляешь временем, то ты не дашь никому снять с себя трусы. Единственная проблема, что сексом придется в трусах заниматься. Но, знаешь что, есть трусы-слоники, поэтому проблему можно решить. Блин, может купить все-таки сигареты? А мы пулей никогда не хотим терять максимальное здоровье, потому что мы потеряем богохульство. Так что, да. Поехали дальше, короче. Девушка сворвать может трусы. Да! Может быть. У Халка в трусах сила. Точно, точно. Трусы-слоники. Ну, а что? О, слушай, если бы мне сказали, ты получишь там супер силу, но при этом должен будешь носить трусы-слоники до конца жизни. Я бы согласился. Я не вижу проблем в трусах-слониках. По-моему, они секси. Единственный вопрос в том, что эти трусы должны быть какие-нибудь там из Титаниума, да? Или из чего там щиту Супермена здесь? Ой, Супермена. Господи, всех перепутал. У Капитана Америки из чего щиты? Из Вибраниума. Вот, трусы из Вибраниума. И все. Проблема решена. Я не понимаю, почему супергерои до этого не догадались здесь еще. Заключить свою супер силу в трусах, чтобы избежать ее потери. Ну, мыться в трусах сложно. Согласен. Но если они из Вибраниума, то они... Ну, их можно не снимать. Они не испортятся от того, что ты их постоянно в воду будешь окунать. Ждем фото от Варлока в трусах слоника. Запросто. Вообще легко. Ты думаешь, я боюсь? Сейчас выложу. Я был, между прочим, фотомоделью в свое время. Так что... Вы тут меня не пугайте такими. Я могу и в трусах слониках, и в чем хочешь. По мне сейчас не поймешь, что я когда-то был моделью. Но было такое дело. Мы, между прочим, с Женей как раз познакомились на конкурсе. На парикмахерском конкурсе. Я был моделью. Соответственно, Женя у нас была дизайнером одежды. И мы там познакомились. Я... Ааа, да что ты будешь делать? Так что для меня быть моделью, это очень прибыльно. Видите, я был моделью, я нашел себе жену. Так что... Нахер учебу. Бросайте все учебу, идите работать моделями. Рекомендую. Жену найдете. Ну и как минимум, я не знаю, будет что потом рассказать на стриме. Банка дяда. Далеко не самый мой любимый активный предмет, но... Знаешь что, надо ее использовать. О, господи. Она большая. Много яда кидает. Я думал, там поменьше будет. Значит, что банка яда, я понял, сейчас для нас не менее опасна, чем для противников. Трусах-слониках на фоне заката валы. Не, это для лохов. Черные трусы-слоники с пентаграммой. Естественно. И с волком. И с пирсингом. Эмо, гот. Все в одном. Все трусы-слоники в одном. Я еще подумал насчет того, что если передавать суперспособность кому-то другому, то кому. Я все-таки склоняюсь, что нужно отдать ее чувакам, которые работают в службе спасения. Я тогда уже об этом говорил, но я, наверное, думаю, что действительно так и сделаю, если мне предложат, собственно. Базилио Топ. Спасибо тебе огромное за донат. Еще и с сердечком. Перечисли аниме, которое я смотрел, и мангу, которую читал. О, аниме, которое я смотрел... Хелсинг, Триган, Грейти Чарунизука, все фильмы Миядзаки. Чего там еще? А, Азуманга Дайо. Ну, вроде бы практически все. Ну и понемножку разных-разных-разных-разных. Там я уже не буду перечислять. А, Дэзноут, конечно же. Ну, то есть, видите, я такую классику. Акира. Много классики и старой. Но ничего нового. Абсолютно ничего нового. Я уже давно не смотрю. Потому что большинство аниме требует много времени. А мне некогда. Я не живу больше своей жизнью. Не могу больше выбирать, что я смотрю. Потому что я все время стримлю, когда у меня свободное время. Поэтому... Не знаю, может, когда-нибудь начну заново. Я слышал сейчас много... Простите. Я почему-то говорю, как лошадь. Или как орк какой-нибудь. Я слышал сейчас много классных анимешек. И Токио Гуль. И все такое. А из манги читал я только Берсерка. Там все. Точка. Там больше ничего нет. Хотя яд действует. О, действует. Какая красота. Если суперсилу передать чуваку, который работает спасателем. Я надеюсь, что он начнет ее использовать как для спасения людей. Потому что мне, например, суперсила не нужна для борьбы с преступностью. Если бы я получил суперсилу, я бы вообще не занимался борьбой с преступностью. Потому что я знаю, чем это в итоге заканчивается. Тем, что они тебя обвинят и наедут. И в итоге про тебя в газетах будут писать, что ты преступник. А мне не нужно это. Мне нужна только слава. От суперспособности я буду честен. Мне нужны суперспособности для того, чтобы стать знаменитым. Окей? Я не буду... Да, я буду их использовать для того, чтобы приносить там добро. Спасать людей. Но не потому, что я хочу спасать людей. А потому, что я хочу стать знаменитым. Я тут буду 100% в честь. Да, я такой мудак. Ну, что сделаешь? Зато я честно ответил. Я хочу манипулировать людьми, чтобы они меня любили. Я хочу, чтобы меня все любили. Я такой... Ну, я так настолько я завишу от мнения окружающих. Для меня это очень важно. Я раньше притворялся, что мне пофиг на мнение окружающих. Ну, особенно, когда я слушал рок в школе. И, ну, носил соответствующие одежды. Там, сумка с кипеловым и так далее, и тому подобное. Я все время говорил, что мне пофиг, что обо мне думают. Ну, что, собственно, логично. В этом случае. Ну, это, конечно, был... Нифига была неправда. Насчет того, что мне пофиг, что обо мне думают. Потому, что как раз то, что я делал. Я делал это все ради того, чтобы... Ммм... Произвести впечатление на окружающих. А не ради того, чтобы они меня не замечали. Потому, что когда ты одеваешься, как год... Ну, или сейчас год и не мод. Как любой чувак. Странно одетый. Необычно. Все равно это делается для привлечения внимания. Это я сейчас понял. Сейчас я сто процентов признаюсь, что я это делал для привлечения внимания. Большинство того, что я делал... Молодости я делал для привлечения внимания. Ну, или этот... Или для того, чтобы найти себе девушку. Что, собственно, в итоге сработало? Я нашел Женю. Потому, что я не думаю, что Женя бы покусилась на меня, если бы... Если бы Базилио Топ не задонатил. Но поскольку Базилио Топ задонатил, у меня теперь есть жена. Вторая просьба. Дай ссылку на свой ВК. Меня можно найти. В ВКонтакте напиши ВарлокТД и ты меня найдешь. Там либо моя группа найдется, либо я, собственно. Там... Я не шифруюсь ВКонтакте никак. Я там не бываю особо. То есть тебе... Тебе там меня, если честно, ловить нечего. Я группу практически не веду. И практически не захожу ВКонтакте. Я захожу туда где-то раз в три дня, наверное. Я не использую его как средство общения. Потому, что я... Не знаю. Взрослый человек. О, я сегодня в ударе что-то. Йоу, Курсула. Ты когда начнешь нормальные шмотки продавать? Мне уже надоела вся эта хрень, которая у тебя продается. У тебя просто трэш. Вечно. О, боже мой. Чуть не слил броню. Буквально в двух секундах было слить тебя красной брони. В общем, это нормально. Я принял то, что для меня важно мнение окружающих обо мне. И я не против, слушай. Я абсолютно не против. Ну, я такой есть. Я все время фонтуюсь. Если... Ну, я вчера вот, например, на тренинге был. Ну, на... По работе в Москве. Я там заделался штатным клоуном. То есть, вот это то, что я здесь на ютубе на... Научился, ну, какие-то более-менее... Окей, даже не более-менее. Отстойные шутки шутить. Но все равно шутки шутить. Оно тебе дает преимущество в таких социальных отношениях. Типа вот там на тренингах каких-то или где. То есть, я там просто... Все ржали. Все ржали, потому что я шутил всякие дурацкие шутки. Было прикольно. Мне понравилось. И я полностью весь тренинг провел за тем, чтобы привлекать к себе внимание. И это нормально. Это нормально. Я ничего против не имею. И я думаю, что если бы я сейчас вот в школу попал, я бы ходил там снова в своих темных одеждах. У-у-у, деревянная балка. Прикольная штука. Но пока мы не можем. Я бы снова ходил в своих там темных одеждах. Рок там, металл и так далее. А там бы я уже зато не стеснялся бы говорить. О, ты типа делаешь это все для привлечения внимания. Да? Проблемы? Да, я хочу привлекать к себе внимание. Да, я хочу, чтобы люди смотрели такие. О-о-о. Он идет в рок одежде, наверное. Он слушает кипелого. Да? Ну и что? Не вижу проблем. В общем, я для себя сделал вывод, что в этом нет ничего плохого. И я перестал этого стыдиться. Я наоборот теперь, ну, я стримлю для того, чтобы привлечь к себе внимание. Окей? Так. У меня на экране это видно? Не должно быть видно сообщение из контакта. По идее, не должно быть. Ура! Мы донесли красную броню. Господи. Свершилось. Что-то в лесу сдохнет. У-у, крестик. Окей. Я брать крестика ничего не имею. Я надеюсь, здесь не бомба опять. Пожалуйста, игра. Дай мне что-то, кроме бомбы здесь. Естественно, это бомба. Ну-ка. Здесь других боссов больше не бывает. То есть, я понимаю, нам в каждом забеге на втором этаже будет эта гадская бомба попадаться. И мы ничего с этим не сделаем. Тупо в каждом забеге. А, кстати, это... Надо было открывать... Сундук-то не ключом, а вот этой штукой. Что-то я забыл. Йоу, Илья. Спасибо тебе огромное за донат сердечком. Там еще, вау. Варлок, я уже 30 минут жду, когда ты мне дискорд скинешь. Не байте, как тебе группа Куин и песня Богемская Рапсодия. Не байте, жду, когда ты скинешь дискорд. Зачем тебе дискорд? Я не веду дискорд. У нас дискорд это... Это фанатский дискорд. Собственно, я там никогда не бываю. Если ты имеешь в виду группу в дискорде. Если ты имеешь в виду мой личный дискорд, то я не понимаю, зачем он тебе нужен. Не совсем понимаю. Но... Песня Куин. Богемская Рапсодия. Не знаю, нейтрально. Я нейтрально отношусь к Куин. Я не фанатею от их песен. Да, они прикольные. Да, они там... Типа... Вызывают... Вызывают какой-то там мурашки по шпине, но... Базилио Топ, спасибо тебе огромное за донат. Да, еще сердечком. У тебя есть фотки с Женей на компе, которые ты можешь нам показать? У меня есть фотки, конечно, Жене, но показать я вам их без ее разрешения не могу. Если она захочет, она сама вам их покажет. Поэтому... Я в этот процесс вмешиваться не буду. Абсолютно. Так. Что у нас с баблом? 141 бабл. Мы хотим ключ, по-любому. И мы бы хотели очень пустышку третью на босса. Замечательно. Просто чудесное. О, Грей Файер Фокс, привет. Какие твои любимые чипсы? О, я тут... Вам, наверное, не понравится мой ответ. Мне очень нравятся чипсы с крабом. Мне больше намного нравятся рифленые, что, я думаю, нормально абсолютно. Я думаю, большинство людей предпочитают рифленые чипсы, не рифленые. Но, в любом случае, все, кого я знаю, кто ест чипсы, всегда предпочитают рифленые чипсы. Мне нравятся рифленые, в общем, со вкусом краба. Причем, очень странно, почему рифленые чипсы почти никогда не бывают со вкусом краба. Меня это бесит. С крабом всегда плоские чипсы. Я недоволен абсолютно, не доволен этим событием. И этими делами. Мне нужны рифленые чипсы с крабом. Рифленые я почему-то все время там, лук в сметане, там еще какая-нибудь хрень такая. Кому это нужно? Кому ваш лук в сметане нужен? Нет, дайте мне краба, дайте мне мужиткие чипсы. Не нужно мне ваша, ваша глупость. Оп, у нас же древний король. Древний король, древний король. Сметана и зелень. Да это то же самое, что лук с сметаной или что-то такое. Оно этот... Оно... Ме. Я тут немного подумал и понял управление гравитацией, то я буду практически всесилен. А, телекинез, кстати, если он не ограниченный, это тоже топовая суперспособность. Он, ну, теоретически дает тебе всесильность, да. То есть ты можешь буквально испарять. О, мой бог. Стану топ донатером на сегодня. Йоу, Базилио топ. Спасибо тебе огромное за донат. Целых 100 рублей, да еще и с сердечком. Спасибо тебе большое, Базилио. Ты топ, да? Ты топ. Спасибо тебе огромнейшее. Ничего не скажешь. Ты супер. И это очень большая помощь для меня лично. Для моих кошек. И для Жени заодно. Скинь фул доната. Нет. У меня порнография на стриме запрещена. Только в офлайне. Контроллер выстреляй. В принципе, ты прав. Насчет контроллера. Его неплохо выстрелять. А еще неплохо прицел взять. Его нет смысла хранить. Хотя он и хорошо дамажит. Но мы его можем на боссе выстрелять. У него ДПС шикарный. А на боссе нам есть что делать. На боссе мы всегда можем пострелять из... Пожиратель. Знаешь, что мы сейчас сделаем? У меня есть идея. Мы скормим удар громом. Мы сейчас скормим сюда хорошие пушки. Удар грома, потому что это красная пушка. И мы скормим голову демонов. По-моему, это тоже хорошего качества пушка. Я про песню. А, подожди, ты про песню? Так надо так и говорить. Грей Фаерфокус. Ну ты вроде в интернете не первый день. Ты не знаешь, что фул означает. А, этот... Базилио, слушай. Я понял. Я пошел. Давай, давай. Удачного тебе дня. Спасибо тебе огромное за помощь на сегодняшнем стриме. И хорошего тебе настроения. Знаешь что? Главное, хорошее настроение. Будет настроение, будет все. Ни хера не правда. И полный вчес. Я в это не верю абсолютно. Но, может быть, ты в это веришь. Я не люблю вот эти мотивационные штуки. Есть же, потому что, мотивационные книги, которые рассказывают тебе о том, что ты там... Вот, главное верить в себя. Если ты поверишь в себя, у тебя ждет успех. Там, типа, лохи проигрывают только потому, что они не верят в себя. А еще нужно хорошее настроение. Типа, если ты чувствуешь себя плохо, подумай о чем-то хорошем. И ты начнешь себя чувствовать лучше. Ах... Вообще ни хера в это не верю. По-моему, вот это один из самых главных разводов, которые я слышал в своей жизни. Ты не миленько, да? Я под... Подожди, посиди здесь. Я абсолютно не одобряю методику, типа... Нам, кстати, да. Нам надо с тобой поговорить. Я абсолютно не одобряю методику хорошего настроения. По-моему, она не работает. Я пробовал. Ну, было время, что я себя чувствовал очень хреново. И это невозможно. Ну, наверное, у меня была депрессия. Самая настоящая. В какое-то время. Окей, знаете что? Я и так все рассказываю на этом стриме. Почему бы не рассказать про свою депрессию, да? Че? Кто меня накажет? Вы меня не найдете? Ммм... Блин. Думаю, идти на босса или не идти? Прямо сейчас. А я думаю, а че ждать? Пушка у нас есть. У нас все отлично. И мы хотели тут выстрелять, кстати, вот эту штуку. А, стоп. Не может ли босс нам сломать сундук, который выпадет из... ...геймпада? В общем, у меня был такой момент, что я не работал. И не мог работать физически. И... У меня была охерительная депрессия из-за этого. Я сидел дома и смотрел целый день сериалы. Сериалы и ютуб. И я не... Ну, я уверен, что я просто никак не мог себя заставить, чтобы у меня было настроение лучше. Ну, как? Как я это сделал? Что я? Просто будут думать о чем-то хорошем или о том, что птички за окном поют? Да мне похер на этих птичках. На этих птичках. Я не могу работать, я не могу зарабатывать деньги. Я взрослый мужик, который не может приносить пользу обществу и своей семье. Это писец. То есть, для меня... Вот это для меня самая жестокая жесть. И я не знал, как этим справиться. И... Ну, единственный способ, которым я нашел с этим справляться... Я много смотрел ютуб. Там... Твич тогда я еще не смотрел, но я смотрел много ютуб. И я смотрел много сериалов. Соответственно, со временем... Ну, я вроде расчехлился, мне стало получше. Но только этот... Я не знаю причины какой. Поэтому... С этим вопросом тоже, когда меня спрашивают, я, честно говоря, просто не знаю на него ответа. Потому что я, наверное, ни хрена не психолог. Это должны профессиональные психологи решать такие вопросы. А я не психолог. Поэтому... Тут я не смогу помочь. Имба выпала, имба выпала, имба выпала. Какая... Ау, я понял. Я понял, о чем ты говоришь. Это, кстати, будет бомба с... С некоторыми пушками. В каком случае с... Со стингером это точно будет огонь. Хеликс пули, да? Для крысы отличная вещь. Потому что крыса большая, в нее не промахнешься все равно. И вот эта штука, с ней можно походить. Слушай, прикольная хеликс пули. Ну, они, насколько я знаю, увеличивают урон очень-очень слабенько. Тут главная проблема в том, что они точность уменьшают. А, секреточка. Простите. Дайте один момент мне. Я ее сейчас приоткрою. Баронь и еще пустышка взамен. Ну, так. Открой зеленый сундук буром. Ты гений. Я забыл вообще, что у нас бур есть. Да, естественно. Сейчас будем открывать. Сейчас откроем. Момент. А что у нас пчелы летают? А, мы же подобрали пчелиные пули. Точно. Варлок сказал... Что насчет не забывать про бур? Эээ, слишком легко. Я же должен игре фору дать. А то мы и так выигрываем постоянно. Как же я? Как же я буду? Если я все время выигрывать начну, у меня аж смотреть перестанут. Меня аж смотрят из-за того, что я лох, а не из-за того, что я крутой игрок. То есть, есть стримы, где там топовые игроки играют. Все их смотрят. Такие, вау, как он хорошо играет. А есть варлок, которого смотрят наоборот. Из-за того, что он херово играет. Мы, наверное, вот так сделаем здесь. Бум. Все. На этаже мы закончили. Поехали. Варлок, может на канале будут новые игры? Это уже на стагнацию подходит. Ну, кто-то говорит стагнация, а кто-то говорит стабильность. А стабильность признак мастерства. На экране... На экране. На канале, ну, сегодня я буду в террарию играть. Так что я не вижу, что вам не нравится. У нас будет террарию. Йоу, эта пушка бомбовая по дамагу. Нам ее все равно лучше выстрелять. Для того, чтобы... Сделать себе... Сделать себе и сундук из нее. Но... Она дамажит охренительно. Вообще, какой-то у нас ДПС невменяемый. Мы, наверное, крысу порвем в клочья. Окей, магазин, я понял. Ты мне ничего не хочешь хорошего показать. Ладно, скажешь. Стабильность – залог успеха. Во-во. Я не буду специально на канал... Ну, я уже говорил про это. Но я не буду специально на канал игры добавлять. Просто ради того, чтобы добавлять на канал игры. Не, мне такое не интересует. Я пробовал играть в разные типы... Ну, я пробовал еще раньше. Там, год назад. Я пробовал... Играть в новые игрушки. То есть, выходит новая игра на стиме. Я там беру, играю в нее. Ну, немножко. И все такое. Эээ, это не мое. Это очень не мое. Бро, прям совсем. Я не умею комментировать такой контент. Его приходят смотреть не ради того, чтобы послушать мои истории, а ради того, чтобы я там что-нибудь умное сказал. А я умного сказать ничего не могу. Соответственно, потом все пишут, ты лох, ты не разобрался в игре и так далее и тому подобное. И потом я сейчас себя чувствую отстойно. К тому же постоянно появляется необходимость такая следить за обновлениями на стиме, следить за новыми играми. Новая игрушка выходит. Ее надо покупать. А тут представьте. Мне ее покупать ничего не надо. Я Диаганжин один раз купил и отснял уже по нему, я не знаю, 400 роликов. Ну и не потому, что у меня без разницы чего снимать. Наоборот. Если бы у меня было без разницы чего снимать, то у меня были бы разные игры. Ну а мне нравится именно Ганжин. Босс и крыса. Нам нужен ключ, чтобы к крысе попасть. Пойдем сразу к крысе откроем доступ, потому что я... Стоп. Нам не нужен ключ, потому что мы можем открыть буром. Правильно? Эта штука открывается буром. Йошик. Гениальная идея. Нужно попросить сделать одну игру перед теркой. В смысле? В смысле? В смысле? Одну игру перед теркой. А, я понял, о футболках с Чибиси. Может быть, но мы сегодня собираемся в террарио играть. К тому же Чибиси проспал, поэтому он придет позже. И, соответственно, не знаю, когда мы там успеем. Сколько мы успеем в террарио поиграть, пока у меня еще башка не сломалась до конца. И вдвоем футболки маловато. Блин, вот были бы у меня друзья на ютубе. Я писал не из того. Я предлагал ему вместе постримить или там поснимать видосы, но он мне так и не ответил. Потому что я, видимо, лошара. Куда уж там. Ну, и скорее всего, нет. Я думаю, что тут причина не в том, что не из там козел, а в том, что у него там свои дела. Он в универе учится и все такое. Поэтому. У него есть другие дела, кроме пытаться там стриме какие-то делать с каким-то варлоком. Да что ты, когда мне синергии начнешь давать, скотина? Он не дает мне синергии. Чат. Скажите, чтобы он пошел нафиг. Ну, и... Ну, и чего? Когда я стану настоящим ютубером, и у меня будет куча времени для того, чтобы стримить, ютуберить, записывать и все такое, вы не представляете, сколько тысяч лет я буду стримить. То есть я... У меня же... Фишка... Почему я занимаюсь тем, чем занимаюсь? Потому что я получаю удовольствие. Соответственно, я люблю получать удовольствие. Если бы у меня была кнопочка, которая нажимаешь и получаешь удовольствие, я бы на нее нажимал, пока не умер. Соответственно, я буду так же и стримить до хера. Если у меня есть свободное время, я стримлю. И если я вдруг когда-нибудь стану фуллтайм-стримером, я буду стримить вам по 7 часов в день легко. Каждый день. Ну, может, там, один выходной в неделю буду брать. И все. Вообще запросто. Так что... Ну, единственная проблема это стать фуллтайм-стримером. Подумаешь, такая мелочь. Мне нужно сделать так, чтобы мне ютуб и твич приносили такие же деньги, как моя обычная работа. Легко. Ну, они уже приносят, конечно, в 10 раз больше. Ну, потому что за каждое видео на ютубе дается чек на 5 миллионов африканских йен. Что равно 10 миллионам долларов. Не ешь меня, большая черепаха. Выплю. Выплюнь каку. Спасибо. Так. У нас босс. У нас одна пустышка. Я против. Дайте мне еще одну, пожалуйста. Хер. Ладно, как скажете. Мы уже кормили этого товарища. Или еще нет. Чем я его покормлю? Я его, наверное, покормлю огненной рукой и холодом 45. Я не знаю, зачем. Так-то этот. У нас пушки есть, в принципе. Но с другой стороны у нас есть пушки, и эти пушки мы использовать не будем. А вот Гекса пушка в разы круче. О, намного. Так, ну что, босс с одной пустышкой. Реально. Стоп. Ну, один момент. Надо еще вот это открыть. Стрим лагает. О, стрим лагает. Ну, надеюсь, что он у тебя только лагает. Ха-ха-ха. Что он у всех остальных нормально. Призрачная пуля. Надеюсь, они не будут тупить призрачные пули. А что? С пчелами призрачные пули. Разве не топ? О, господи. Потому что со стингером призрачные пули правильно работают. То есть, стингеровские выстрелы не будут пролетать спойз противника. Но с пчелами. Пчелы-то, по идее, теперь должны стать близки к бессмертным. Потому что они будут пролетать спойз врага. Правильно? Или я что-то не понимаю в жизни. По-моему, шикарный ДПС вообще. Шикарнейший. Стал техника пустышек. Переворот ясности. Имеет синергию с пчелами. Тайная техника пчел. Ну, предполагаю, что у нас будут пчелы призваться, когда переворачиваешь стол. Я не пойду стол специально искать, чтобы проверить. Ну, такое предположение. Так, ну что нам на крысу надо? Нам на крысу нужен доспех. Все, поехали. Я думаю, вот сейчас мы крысу порвем. Наконец-то сегодня мы имеем все шансы выиграть. Погнали. Только смотрел видосы, тут стрим. Да, бывает. Такое, такое бывает. Иногда заходишь, а тут стрим внезапный от Варлока. О, я отлично себя чувствую. Немножко зеваю и немножко спина болит. Ну, а так все отлично. Битву пропустил. Я порвал босса вообще просто. Плочья. Сэр, вы еще надолго? А, ну, как видишь, я сейчас с крысой дерусь. Смотри. Так. Давай я добег заиграю. Давай я забег доиграю. И мы... Я не пойду на третью фазу дракона. То есть мы сейчас убьем крысу. Потом мы пойдем на обычного дракона сразу на пятый этаж. То есть минут 15, я думаю. Не больше. И мы с тобой созвонимся. И потом будем стримить. Я, кстати, тоже подготовился плохо к нашему стриму. Я не нашел гайд по террарии. Ну, чат нам помогут. Да, чат, вы поможете? Да не, я поищу какой-нибудь гайд сейчас по террарии. Потому что... Если мы будем ориентироваться чат на то, что вы нам пишете про террарию, мы, наверное, повесимся, да? Скажите мне честно. Хера у нас пустышки. Да что ты будешь делать? О, боже мой. Вы это видите? Жаль, что на крысе у нас не будет столов. Чтобы их попереворачивать и замутить тысячу пчел. О, жесть. Самый жестокий забег в мире. Идите, папочки, все мои враги. Огонь просто. Первая фаза сложнее второй. Слушай, я вот то же самое сейчас подумал. Мне тоже кажется, что первая фаза крысы охерительно сложнее второй. Почему-то. Я не знаю почему. На второй фазе более такие нормальные атаки, которые можно предугадать или еще что-то. А первая фаза тут, конечно, трэш. О, ну как здесь-то я урон получил, я не знаю. Попробуем новые методики. Отличные методики. Работают шикарно. Как часы. Знаешь что, пошла вон, дура. Раз, два, три. Мочите его пчелы. Просто порвите его в плочья. Ох, какая красота. Ну, мы порвали первую фазу вообще. Стингер с пчелами и со всеми нашими пассивками. Огонь. Какой твой любимый персонаж в этой игре, пилот? Когда следующий стрим? Ну, вон, грейфаерфокс примерно мое мнение тоже высказал по этому поводу. У меня стримы рандомно идут ориентировочно в понедельник или во вторник. Не знаю, как у меня на работе пойдет. То есть, видишь, все привязано к моей работе основной. И, блин, эта козлиная работа, она такая гадская. И так не хочет со мной сотрудничать. И там вечно меняется расписание, еще что-то такое. Ну, мы не должны были там урон получать. О, мы не должны были там два урона получать никак. Мы порвем крысу. Ей писяц. Полный П. Еще было бы идеально третью фазу завалить. Три. Да, что, как я ненавижу эту атаку. Это все пчелы. Нам тупо пчелы заточили за бег. Я счастлив. Прицел мечом ломай. Поздно. Лбом в лицо. Что ты будешь делать? Что будешь делать? Ну. Надо ульту набирать. Я не совсем помню, как ее набирать правильно. На первой фазе мы можем от всего пригибаться. Правильно? То есть, тут блокировать не имеет смысла никакого. Хорошо бы здесь пытаться ульту набрать. То есть, нажимать, когда он желтеньким подсвечивается. Но я в этом плане туплю и не умею. Вторая фаза. Он сейчас попробует, наверное... Нет, сыр он не будет кушать. Он... Оп. Не то. Надо было приседать. Хвост. Коза. В общем... Нам нужна ульта. И я пытался ее только что набрать. Хвост. Хо, я плохой. Йоу, мы набрали ульту. Отлично. Две ульты. То есть, можно ее... По-моему, я познал дау. Хвост! Нет! Мы могли ее убить только что. У нас были ульты. Добивай полоску хп крысы. На третьей фазе ультой будешь получать дополнительный ключ. Да, что-то типа того надо было сделать, но... Как видите. Сто у нас вторая штука из набора Payday. Будешь снимать гайды на персов. Ни при каких обстоятельствах. Нулевой шанс. Что я буду какие-нибудь гайды на что угодно снимать. Его просто нет. Все так этого шанса. Мимики? Мимиков нет. И окей, мы идем на... Сразу на пятый этаж, потому что мне нужно стримить сейчас с Чибиси. То есть, мы не берем эту... Новую фазу дракона. Пчелиный забег, да. Все. Идем на дракона, проходим дракона, побеждаем. Миссия выполнена. А пока что наслажаемся бомбовым забегом. Охренительный забег. Слушай, я вот... Я не... Я не тот чувак, который снимает гайды. Я когда-то пробовал... Я пробовал снимать обзоры. Я, собственно, изначально хотел стать... Снимать на YouTube обзоры. Я хотел стать популярным обзорщиком. Чтобы все такие... Заходили на мой канал и такие... Вау! Этот чувак, который так хорошо делает обзоры. Он такие умные мысли говорит. Вообще какой умный. И разработчики все такие... О, блин, если Варлок посмотрит на мою игру и скажет, что она хорошая. Эта моя игра будет лучше продаваться. Давайте этому Варлоку дадим всю нашу власть над собой. В общем, такие глупости я думал, когда я начинал YouTube. Ну, естественно, я не мог себе представить, насколько это охерительно сложно. А вот, кстати, дракон. Насколько это просто писет сложно делать нормальные обзоры на игры. Ну, потому что у меня есть штук 20, наверное, обзоров на разные игрушки. То есть, ну, во-первых, чтобы делать обзоры, нужно игры все время покупать новые. Что проблематично бывает. Потом, кроме того, чтобы эти игры покупать, нужно еще в них поиграть. И самое главное, надо не быть идиотом. Что, соответственно, у меня не очень хорошо развито навык не быть идиотом. И поэтому я много всякой хрени морозил, когда делал эти обзоры. Ну, они, мягко говоря, были просто информацией об играх. Это мне неинтересно. Ну, так все делают. А мне не нравится так, как делают все. Я когда персонажа создаю... Я недавно начал играть в Lineage. Пробовал начать играть в Lineage на европейском сервере. Ну, обычный Lineage 2, там, первые хроники. Типа, классический сервер, да. Типа, фигня, там, кач по 500 тысяч лет, сложные боссы, там, торговля. Короче, то, что мне нравится в линейке. И... Я из принципа создал персонажа, которым никто не играет. Я создал Самонера. И я так делаю во многих играх. То есть, мне главное... Не то, чтобы было хорошо, или не то, чтобы было эффективно. А чтобы было не как у всех. То есть, соответственно, обзоры я не могу делать не как у всех. Потому что я... У меня не хватает словарного запаса. У меня не хватает мозгов. О, господи. Мы это оружие так и не использовали. Оно бомбовое. Пчелы просто сгрызли дракона. О, они его порвали. Соответственно, с обзорами у меня получается все это плохо. Очень плохо. Если в среду будет стрим, то кому-то подарю подписку на Варлока. Йоу, Илья. Спасибо тебе большое за обещание. Но смотри, Илья. Если у тебя только есть лишние деньги. Как бы... Я себя нормально чухаю. И если... У тебя есть... Деньги действительно... Для чего вот вообще больше не нужны? Так что... То... Спасибо тебе огромное. Ну... Я как бы... Я не требую подписок, донатов. Это очень хорошо. И это мне охереть как помогает. Но они не обязательно. Достаточно того, что ты смотришь. Так, ну что. Мы закончили забег. Все прошло отлично. Наконец-то я выиграл. Господи. Но выиграл я не из-за того, что я хорошо играл. А из-за того, что игра нас затащила. Надеюсь, вам понравился этот забег. Если это так, то нажимайте на кнопку лайк. Это будет огромная помощь. Хотите смотреть еще, конечно, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Ну, а я благодарю вас за то, что вы смотрели это видео. И увижусь обязательно с вами в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok